Всем привет! Сегодня на занятии мы разберемся, в чем состоит геометрический смысл частных производных. Пусть функция двух переменных z равная f от x, y дифференцируема в точке с координатами x0, y0. Эта точка принадлежит некоторой области D и с координатной плоскости O, x, y. Или что то же самое можно записать, область D лежит в плоскости R2. Графиком функции z равная f от x, y является поверхность. Вот посмотрите, схематически я ее изобразила. Точки с координатами x0, y0 на поверхности будет соответствовать точка m0 с координатами x0, y0, а также аппликат этой точки, значение функции f от x0, y0. Вот это может быть обозначено как z0. И теперь рассмотрим значение x равное x0. Вот на чертеже мы его обозначили. И проведем плоскость x равная x0. Эта плоскость пересечет нашу поверхность по кривой. z равная f x0, y. Вот это она. И как же я получила уравнение этой кривой? Посмотрите. Берем уравнение, которое задает нашу поверхность z равно f от x, y. И туда подставляем x равное x0. И как раз получаем высеченную кривую линию, заданную уравнением z равная f от x, 0, y. Что мы можем сказать про эту функцию? Ну, во-первых, это функция одной переменной, y. Значит, здесь у нас только z зависит от y. Во-вторых, так как исходная функция двух переменных f от x, y дифференцируема, то есть имеет частные производные в точке с координатами x0, y0, то и полученная функция одной переменной y будет дифференцируема в точке y, нулевое. И далее мы найдем производную этой функции по переменной y. Давайте даже укажем, что по переменной y. И вычислим значение этой производной в точке y, 0. И теперь посмотрите. Вспомним геометрический смысл производной функции одной переменной. Перенесемся в плоскость x равная x0. Синим цветом изображена кривая, которая соответствует этой функции. И мы помним, что производная функции одной переменной в точке m, нулевое, будет равна угловому коэффициенту касательной, проведенной в точку касания. Или это будет тангенс вот этого угла, бета, угол, который образует касательная с положительным направлением, в данном случае оси у, потому что вы берете производную по переменной у. У вас сейчас в этой функции две переменных, z и у. Вот здесь можно сказать, что z зависит от у. И вот касательная образует угол с положительным направлением оси у. Это угол бета. Значит, мы можем дописать, что производная в этой точке будет равна тангенсу угла бета. А теперь давайте вспомним, что такое производная функции по одной переменной, в данном случае по у, когда другая переменная х зафиксирована как х, равная х, нулевое. Это не что иное, как частная производная функции двух переменных. И вот для одной частной производной вы уже получили геометрический смысл. Итак, еще раз. Частная производная функции двух переменных по у в точке с координатами х, нулевое, равна угловому коэффициенту касательной, проведенной к соответствующей кривой, которая получена при пересечении поверхности с плоскостью х, равная х, нулевое. Формулу вы записали. Теперь аналогично получим геометрический смысл частной производной по переменной х. Можно догадаться, что мы должны взять значение у, равно у, нулевое, зафиксировать его и провести соответствующую плоскость. И вот, посмотрите, на чертеже я изобразила эту плоскость у, равная у, нулевое. И эта плоскость пересекает нашу поверхность по кривой линии z, равная f от х, у, нулевое. И далее мы рассматриваем эту функцию z, равная f от х, у, нулевое. Говорим, что это функция одной переменной х, что она будет дифференцируема в точке х, нулевое. И если мы найдем производную этой функции по ее единственной переменной х, а затем мы вычислим значение этой производной в точке х, нулевое, то мы также можем вспомнить геометрический смысл производной функции одной переменной. Перенесемся в плоскость у, равная у, нулевое. И вспомним, что производная функции, график которой вот эта кривая красным цветом изображенная, будет равна тангенсу угла наклона касательной к положительному направлению оси о х, так как в данном случае функция одной переменной зависит только от переменной х. Обозначим этот угол альфа, и мы можем записать, что эта производная у вас равна тангенсу угла альфа. А теперь снова посмотрим на это с другой стороны. Что такое производная функции по одной переменной, когда другая переменная, в данном случае у, зафиксирована? Это не что иное, как частная производная функции двух переменных. Таким образом, вы получаете геометрический смысл частной производной по х, функции двух переменных в точке с координатами х0, у0. Она будет равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к линии пересечения поверхности с плоскостью у, равная у, нулевое, в точке м, нулевое. Итак, геометрический смысл частных производных функций двух переменных мы с вами выяснили. Это вот эти две формулы. На следующем занятии мы выведем уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности.